здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня хочу вам показать еще один очень красивый вариант вот такого букетика я его сделал в национальных украинских оттенках желто-блокытный желто-синий вот такой очень оригинальный красивый по размерчику на 8 сантиметров вот такой пушистик букетик из маленьких цветов и сейчас мы с вами сделаем еще один такой и так что нам для него понадобится для изготовления наших цветочков вот такие маленькие цветочки я буду использовать для на один цветочек нам понадобится отрезок 5 на 5 2 оттеночков в данном случае я беру синий и желтый и так желтых у меня будет 9 синих у меня будет 5 любой оттенок вот так и делить 5 и 9 для лепесточков я использую ленточку длиной 6 сантиметров шириной два с половиной тут у нас получится два лепесточка то есть наших отрезочков так как у нас будет 14 лепестков но центральный я использую без лепестка поэтому нам понадобится 13 лепестков на 1 букетик фетровая основа 4 сантиметра резиночка небольшой отрезок ленты я беру ленточку 12 миллиметров на 5 для закрепления резиночки также нам понадобится тычинки данном случае две желтые и возьму две голубые чтобы оттенить иголочка с ниткой и так приступаем к изготовлению наших цветочков беру отрезок ленты края оплавила все у меня оплавлены складываю пополам и еще раз пополам и вот такой маленький квадратик и линии сгиба придавливая чтобы мы видели серединке наших сторон теперь беру иголочку с ниткой и именно где заводской шов не линия отреза заводской шов я фиксирую ниточку то есть два раза раз и и провязали затянула и теперь от середины одной стороны к середине другой стороны я прошиваю нашу ниточку стежок у меня идет 5 миллиметров вот таким образом и вот так по кругу за не от серединке одной стороны к серединке другой стороны я прошиваю весь наш такой заготовочный лепесточек вот он у меня прошит теперь его под затягиваем пальчик внутрь вот так наполовину беру две тычинки и вот так их складываешь у меня получилось 4 и вставляю их в серединочку придерживают под затягивая нитку вот теперь начинаем распрямлять затянула теперь лепесточки вот так распрямляю все мне примерно нравится как я распрямил теперь я ниточку два раза так обвела и вот теперь затянула так еще поправили если что-то не так и на основании вот сам где основание лепесточка я прошиваю один раз и еще раз и теперь фиксирую нитку готова и вот наш цветочек готов теперь сделаю точно также 2 желтенький и вот готов наш 2 теперь мы сделаем лепесточки лицевой частью внутрь я вот так длинненько складывая в длину а теперь еще раз складываю вот такой маленький мне получился и где идет вот угол заворотов я вот от него начинаю вот так вырезать половину лепесточка вот такая часть тут меня маленький вот такой перешечек остается вот такая получается заготовка теперь я его разрезаю у меня получается 2 лепесточка оплавляем его с одной стороны с другой стороны и вот готов лепесточка и второй теперь я его подклеиваю на лицевую часть вот тут чуть-чуть внизу нанесла клей и аккуратненько вот так подклеиваю то есть ножка у меня остается такой получается лепесточек на синенький я не буду приклеивать так как он меня будет центровой и теперь начинаем собирать я беру фетровую основу я ее же соединила с нашей резиночкой и первый ряд я проклеиваю вот клей наношу на ножку и вот чисто вот так ножичку приклеиваю сам лепесточек получается наружу и первый ряд я проклеиваю желтый синий желтый синий желтый синий для того чтобы было это ровненько я проклею так один напротив другого то есть первый рядок будет состоять из 8 лепесток этих цветочков 4 желтых и 4 синих вот теперь между ними синие именно которые с лепесточками так и вот так полностью я проклеиваю первый рядочек вот и доклеиваем и вот у готов 1 рядочек вот такая получается у нас изнаночка теперь у нас будут 5 лепесточков желтые наношу клей вот от серединки ножки и больше на основании вот таким образом чтобы мы вот так их в приподнятом состоянии вот они у нас отклеиваются и вот так по кругу у нас будут приклеены 5 цветочков вот тут пять эти тричь и так готов у нас второй рядок и остался центральный цветочек только как раз есть для него местечко можно либо подрезать потому что либо вот так мы его в принципе нет я немножечко его все таки подрежу и вот тут на само основание наносим клей и опускаем в серединку и так хорошенечко подождали фиксируем и вот еще один красивый букетик у нас готов такие красотки а сейчас я хочу показать такой красивый получается ободочек тоже в таких оттеночках вот такая красота для наших девчонок спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал и до новых встреч до свидания